Лежащим днём, чтобы я лежился, ни жена никто не видел. Ни разу. Это Бог даёт. Это невозможно. Я уж не говорю про посты и прочее, это как дыхание. Это совершенно естественно. Это мои друзья, они все знают, что я говорю так, как есть. И когда я разговариваю, даже православные, верующие, что-то, мне понятно, что ты просто не знаешь. Вы в обиду только не возьмите. Я к себе это применяю. Вы помните собачье сердце? Там говорят, вам только слушать и покоряться. Слушайте, когда профессор ему говорит, мы часто впадаем в это состояние, нам нужно научиться слушать. Слушать, если опыта никакого нет. Ну нет опыта. Вот сейчас мы готовимся к такому благовестию, захватить Красноярский край, Кемеровская область, Новосибирск здесь, выезжать на неделю, на две, может, больше. Машину вот новую купили. А дальше, как там, в селении это все у нас отработано. Но как ночевать? Где? В каком месте? Вот там поехали одни, на них напали ночью, они там порыбачили, легли. Двух мужиков одного убили в Новосибирске, другого утопили. С Санкт-Петербурга приехал этот журналист, писали о нем. А он парнишка лет 14 ему, он с ружьем пришел. Закричал, он вышел только из палатки, он сразу застрелил жену. А ребятишек моих камнями добил, сел на машину, поехал кататься. Нам нужно все продумать. Как ночевать? Где? В какое время? Как мы ночью будем делать, в какое время перебазировку? Когда готовить пищу? Я все сейчас обдумываю до деталей. Ну, в первую очередь, у меня склад ума такой. Как КГБшники говорят, вам только в наших органах работать. Я люблю военную дисциплину. Вот он знает, сегодня говорили. Если он какое-то малое сопротивление оказывает, я говорю недолго, один-два раза. Я безжалостно, сурово, просто удаляю человека. Вы, может быть, не знаете, но есть такое вот исследование американцев было во время войны. Почему, когда убили командира, кто-то выскочил и вперед в атаку повел? Почему? Тут большее звание было страшно. А почему именно младший сержант вывел-то? Почему именно он? А то потом он уже пошел, поднимается там. Оказывается, у лидера должно быть шесть качеств. Это во всех областях. Я прочитал когда это, и я стал исследовать. У меня они с детства эти качества были. Первое, это самое качество, которое помогается, воображение должно быть развито. А как это будет идти? Я думаю, ага, мы поедем там, а там лесополоса, а там лес, там горы. Обстановка такая, там больше православный, там есть храм, там нет. То есть много разных вариантов, какое время дня мы там будем, какая погода будет, какой длинный день будет. Я все сейчас учитываю. Это воображение должно быть. Воображения нет, ты никакой не лидер. Ты просто вывел людей и погубил. Я должен их обмундировать, что с собой взять, какие продукты, сколько евангелий, книг, что отдавать людям. Ну, я все должен обдумать. Второе, это знание качества. Я должен знать, абсолютно знать Библию. Я должен знать обстановку. Самое невозможное это трудиться в православе. Как сектант, 56 сел у меня позади. Я 56 общин уже образовал бы. У меня достаточно для этого и авторитета, и людей. Я не могу этого делать. Какая община, когда рядом с церковью, в район? Я никуда не могу. Я отправляю к тому попу, который убивает и все разрушает. Это невозможно, что мы делаем. Но я не могу никуда. Я заложник того, что имею, как говорится, система. Я православный. Будь я баптист, адвентист, ягомист, в каждом селе община была. Я оставил людей, трудились, мы к ним заезжали. Я уезжаю, все распыляется. Я ехал к твою попу. А попу, а почему приехали? К нам приезжал, а кто Игнатий? А что он дал для Евангелия? Выбросить все. Это еретик и все. Он на кольне все рубит. Это невозможно. Это абсолютно везде 100%. 100%. Это знание. Второе, умение. Одно дело я знаю как. Я на бумаге. А другое дело уметь. Уметь. Это я или мои помощники? Водить машину. Правильную загрузку. Как обогреваться. Как ходить из дома в дом. Что говорить. Уметь на практике. Вот это три качества. Четвертое качество. Решимость. Я должен быть настолько решительным, что если там есть где-то враги, враги понимают, меня непогода не остановит. На пути у меня горы уральские, я перешагну их. Враг это знает очень хорошо. Это решимость. Я должен поднять их в атаку. Это вот здесь, сейчас 750-й, подводная лодка в войну была. Когда захватили немецкую лодку, американцы. И на ней они когда были, одна только торпеда была, и они какое кресло потопили. И как они укрывались и все. Вот он подошел. Я не знаю, старшина подошел к нему, сынок. Командир все знает. Ты должен никогда не говорить, что ты не знаешь. Иначе весь экипаж погибнет. Командир все знает. И он благодаря этому настроил вот так. И он стал думать и вышли из положения. Командир должен все знать абсолютно. Это решимость. И шестое качество, оно не всем нравится. Это беспощадность. А христианину как... Ты сначала расспроси, что такое беспощадность. Беспощадность к разгильдяйству. К тому, кто не держит слова. Как апостол Павел. Марк отстал от них. Следующий идти он его не взял. Помните? И он Марк, Марк. Евангелист Марк. Что он вернулся домой? К мамке захотел или устал? Ну и он хотел. И вар... А он не стал. Никак. Тогда Варнава, ему дядя, взял его. А Павел силу взял. Павел был беспощадным. А потом он Марку пишет, сын мой, и все такое. Но этому Марк научился, больше так не сделал никогда. И все научились. И мы возьмем пример. Быть беспощадным. Он не держать у слова своего. Мы с тобой договорились. Вот мы договорились. И вдруг ребята приезжают. Вот на неделе у меня было. Он это кинолог. Профессиональный, бессировщик собак. Вот он где-то. Договорились ехать по Теряевку. Я конкретно говорю. Вот только на этой неделе было. Вдруг он является собаками. А собаки зачем? Ну, да я их с собой возьму. Он где-то занимался с ними. Он все преподает там люди. Это заработок его. А мы не договаривались. Я договаривался с Дужковым. Он шофер. Он приехал с Потеряевки. Молочные продукты продавать. Машину отдал на ремонт. На моей вот этой. Едет не моей. Это купленная мною. Нами. И обратно привозит. А он получил права. Ему надо дорогой потренироваться. И сразу доверенность двоих записываем. Все. Вот собак. Да мы же не договорились. Ну чего тут особенно? У него есть такой. Гонор начинает возникать. Я это страшно не люблю. Сегодня я его взял под слово. Будет так, значит, я решительно отсекаю его. А он очень нужен. Нам нужна собака. Чтобы нас ночью не захватили. Собака обязательно будет с нами. Все время. Ну я сам. Рессировавший собак. У него на розыске был. Я знаю, что такое. Как рессировать собаку. И я ему сегодня это сказал. Тут она не поедет. Задал Игорь. Игорь. А кто так делал? Да вот мы решили. Этот уже осознал Игорь. Мы виноваты. Прости ко мне. Он говорит, прощай. Больше, чтобы не было. А если он не так? Ну я тебе уговорить не буду. Я тебе сказал неправильно. Мы уже заключили договор. И вы в односторонном порядке вводите туда каких-то собак. Вы только едете и везете книги. Машину нельзя нагружать до 2000 километров. Пломбы не сняты. Я ее нагружаю книгами. Мне книги нужны. Загрузили. Вы каких-то собак. У меня все под завязку. И однако. И однако. Он принес покаяние. И дальше все. Я не злопамятный в этом вопросе. Ну а если будут упрямцы? Значит его путь другой. Все. А потом возьмете. А теперь посмотрю. Со мной очень трудно будет потом ходить. Когда я вижу, что он поступает неправильно. А потом обратно. Это очень трудно. Очень трудно. Потому что мне нужны доказательства будут. Так вы мне не верите. У меня оснований нет верить. Вот иногда такие люди. Я вас не знаю. У нас приняты все паспорта записать. Нравится вам? Не нравится? Епископ приехал. Мы его также записываем. Приехал глава администрации. Там зам главы администрации Алтайского края. Точно так же. Прокурор отправил. У меня это на разносит. У нас в уставе написано. И ничего особенного нет. Я прихожу в администрацию. Везде паспорт показываю. Захожу в прокурату. И нигде нет. Почему вы здесь удивляетесь-то? Патриархии на к нам идут. Я сказал. Все паспорта будут записаны. К вам приходим. Мы вам показываем. Это сейчас не дом. Это не открытые ворота. Я могу так пролететь. Я сказал. Под лохой играть не хочу. Простые, кажется, вещи. И вот это качество. Пятое. Беспощадность. Этому можно учиться. Всему можно учиться. Но есть шестое качество. Которому учиться нельзя. А оно как раз шестое. Которое покоряет все пять. Привлекательность. В человеке что-то как магнит должно быть притягивать его. И его нету. Допустим, вот я не присутствую здесь. А я как будто здесь. Я уезжаю на полгода. В каждом собрании они все время будут думать. А как бы делал я поступить здесь? А нет так. А вот он так. Они будут все время. Я сам в эпицентре событий буду находиться. Даже отсутствую здесь. Вот я умру. Я как будто не умирал. Я остался в книгах. Везде. Батюшка умрет. У нас сразу события изменятся. Потому что исповедь, литургия. Мы службу ведем без него. Но батюшка это у нас центр. А он этого как будто не понимает. Он рискует с собой. И едет куда-то по России. Там на поклонение Серафиму, Старовскому. Прям даже говорить об этом мне боязно. Зачем ты едешь туда? Я с батюшкой разговариваю как с братом. Он через меня пришел в Бог. Это мое духовное чадо. Если уж так говорить. Но в данном случае он не имеет права с собой рисковать так. На нем слишком многое висит. Итак, повторим. Первое. Воображение. Сразу к себе. Можешь вообразить. Все. От начала до конца. И чем это закончится после твоей смерти. Дальше. Знание. Знание должно быть такое, за которое держишься. Иногда человеку начинаешь говорить. Ну, да я и не держусь. Ты убирай меня там. Такого я сразу беспощадно удаляю. От него толку не будет. А вот ты меня убери. Я старостой от общины. Я благовестник. Я проповедник. Я начальник детского лагеря. Я работаю там в тюрьме. Преподаю в университете. Я за каждое держусь вот так. А ты никому не уступишь. Не уступлю. А почему? Я должен убить, что ты лучше делаешь. На худшее не отдам. Но ты сначала мне докажи, что ты лучше меня поведешь. Вот у нас в лагере, лагерь детский, отвлекаясь на это. Там многое есть такое, чего ни в одном лагере нет. И главное это официально записано физическое наказание. И вот ледут комиссии прокуратуры. Ничего нету. Ну Игнатий Тихонович, ну уберите это. Ну ФСБ даже приехало. Ну уберите, уберите это. Никому не говорите же. Ни дети, нигде ничего нет. Никто не свидетельствует. Какое наказание-то? Да, наказание есть. Говорят я. Там крапива. Ну какое оно? Чисто символически носит. Я ей расскажу подробно. Я говорю, нельзя без этого. Лагерь рассыпется. А если бы сказали нет? Нету, лагерь закрытый. И вот лагерью нынче 40 лет будет. Лагерью. Это не два дня. Без помощи государства. Тысячи детей. Дал отдохнуть и подняться. Но за 40 лет ни один ребенок не сказал, что его наказали неправильно. Ни один. Вот когда уезжают, у нас порядок такой. Вот около меня становятся родители, а ребенок за родителями. То есть между мной и ребенком теперь прокладка. Отец смотри. Теперь говори все. Тебя обилили неправильно. А напротив стоит лагерь. Если ты к ним что-то имеешь, претензий нет. А вы к нему имеете. Полное примирение. Теперь со мной. Я тебя наказываю. А как? Ну сеткой там допустим или крапивой. Ну а не справедливо это было? Нет справедливо. Почему? Да я заматерился. Ну ты знал, что ты нельзя? Я знал. Так надо было больше наказать родителей. Говорят, больше не надо. У меня написано 5 раз. Если он такое сделал, то 7 раз. Как положил крапиву, он остался своим ртом. Проведи вот так вот. Крапива жгучая очень сильно. Он ревет. Ревет прямо ревет. Ну не трусь. Где японская конзио? Конзио терпения. Он никак. Тогда я его дернул маленько. Теперь смотри. Перестроя вышел. Смотрите. Вот эта крапива. Ты боялся ее? Что я тебя по ягодицам трону? Боялся? Да. Теперь смотрите. Я рот разел. В рот беру крапиву. Начинаю себя тереть. И жую. Там у меня сосны хоть все падают, ребятишки. Я им должен показать. Боли не ощущая, свои внушения я просто не чувствую. Интересно, интересно. Беру голой рукой. Жую ее крапиву. Уплю. Опять жую. Смотрите. Ох как. Ребятишки после этого не боятся крапивы. А кроме того, если его надо наказать, виноват. Я ему предлагаю. Или без обеда, или три горящих. Лучше без обеда. Чтоб горящий не получить. Ага. Без обеда. Ему лишь бы горячий. Тогда иди. А другой скажет, накажите лишь бы обедать. Как правило, я такому замужеству прощаю тебе. Тебя не наказывай, обедать будешь. Ох они, ребятишки у меня какие. Где бы я ни был, они навстречу бегут, велосипед толкают. Ночью я если возвращаюсь, они ночью не спят, караулят, когда приедут. Дети привязаны. Ребенок это не то создание, которое можно шпиговать, и чтобы они любили. Они на каждом шагу к тебе и вопросы задаются, спрашивают. Это из... Ну, везде. Лучше ягодку сорвут, мне бегут, несут. Это вот это последнее качество, привлекательность, и его надо выпросить у Бога. Можно, знаете, напустить на себя такую хмарь старобрядческую. Да видите, ну можно это добиться, по-сталински. Но это не христианское. Привлекательность в том, что он проникся тем же, чем я живу. Что он любит Господа, как я. Мне не надо твое изъяснение в любви, я тебя люблю. Будь врагом, ты люби Слово Божие. И через него мы будем друзьями. Если ты Библию любишь, святую, как я люблю, мы будем друзьями. Если Библию не любишь, даже твоя хорошая, завтра будет вредно. Ты на любую сторону склонишься. Я тебе не верю. Когда мы вместе, как Христу, мы под его защитой находимся. У нас все одинаковое. Все. Это вот люди, которые пришли через проповедь, на занятиях. Но это не все, конечно. Община, там, Потеряевки, в других городах есть. Это люди пришли через осознание своей вины, невозможности жить дальше так. И они пришли ко Христу. Этот человек пришел подраться со мной. Увидел объявление, и там написано, православная, зарубежная церковь. Он еще православных каких-то косят какие-то. Он супер православный. Ну я пойду разберусь в университет. Пришел, и все разбирается. Сколько уже лет прошло? Сереж? Лет, наверное, шесть. С 2004-го, да. Восемь. Восемь лет. Все разбирается. Семь лет восьмой. Нина-то ушла? Нина ушла. Сколько у вас в общине? А, в общине. Да, в общине сколько вас? Девяносто. Заходило 99, здесь у меня было ни разу. 99. С детьми. С детьми. Видите, у нас... В Барнауле. В Барнауле. Да, в Барнауле. Потерялись. Сколько жителей? Там 38, что ли. Вот смотрите. 38. Ага. Вы бороду трогаете. Соглашены будете стоять. Уже внутри храма вы у нас не будете. Соглашены. Догнашены. Я уже столь слова. Борода не должна быть. Никогда Василий не трогали у нас. Вот смотрите. А что? Я тоже бреюсь здесь. Бреюсь. Вот там будете стоять. Я могу стоять. Вот так вот. Мы в Москве написали, чтобы обязательно с поясами были, кто с нами сотрудничает будет на благовестии. И не трогали борода. А бородят вы найдете, там написано. На земной городе Русалим, когда полбороды отрезали, не запустил. А мы идем в небес. Не толковать не надо ничего. Это Бог устроил. А это прелюбодейный образ. Блудницы это любят. Таких даже протокол по вакууму не благословлял. Я не вижу образа Божия. То есть католики все? Все. Все. Но они церковь. Как же скотно только тяжело. Понимаете, вот вам никак в это не войти. Церковь. Там границы, говорят, церкви. Можно ли показать? Да и можно. Границы церкви очень четкие. Там, где есть рукоположенное священство от апостольских времен. Католицизм. Это старые новые католики. Православные все юрисдикции, какие есть и старые обрядцы, приемлющие священство. Григория на армяне. Католики. Православные Григория на армяне. Копты и силийцы. Все пять. Богов нету. Все остальное вне церкви. Это четкие границы, которые указывает нам Святая Библия. Да, масса заблуждений там. Чего только у них нету. Но это церковь. Церковь называется блудница иногда. Которая равна нету по блужению. Это ветхозаветная церковь. Иерейская. Иезекииль об этом говорит. И Господь так ее называет. Но она церковь его. Он будет наказывать. А без наказания не оставлю. Но я не покину. Это не филистимляне. Это не ассирийцы. Это церковь. Вам это все странно. Вы на досуге потом обдумайте. Если вы эти границы не приняли, то вы вообще их не знаете. Просто не знаете. Если скажете неблагодатное с какого момента? С Фотия. 1054 год. Католики это церковь. Самая настоящая Христова церковь. И я католикам никогда не проповедовал. Я им говорю только о том, что у них неправильно. А что они церковь полслова не сказал. Ни старобрядцам, никому. Ни Григоряна Армяна. Я им буду говорить. Вот о монофизице, монофилисте я об этом никогда не проповедую. Об исхождении Духа Святого никогда. Почему? А исхождение от сына Григорий Ницкий так же понимал, как католики. Половина святых отцов, если не больше, понимали, как католики. Просто люди не знают этого. Теперь что? Князь Владимир Дуперстный крестился Богу не угодно. А серафим тремя не угодно. То и другое перед Богом. Не пальцы. Вот в церкви. А в церкви многообразие. Но молиться мы рядом нельзя, серома. Можем. Почему? Все молятся. Мы молимся. Мы молимся. Сектарти и реки. Вот с баптистами мы можем молиться. У нас лобки не болятся и так, и так. Которые не признают Троицу. Сейчас поясню. Которые не признают Троицу и ягодисты, с ними молиться нельзя. Те, которые признают Троицу, молиться можно. Но за молитвой следить, чтобы не сказать Аминь там, где неправильно исповедуют. Нет, я имею в виду по пространственному местонахождению. Как в чине оглашаемых, получается, они будут молиться. Вот они все к нам придут, в будущее не оглашаемых. У нас они и причастятся, пока у них не будет бороды. Только о бороде речь идет. Больше ни о чем. Это внешнее то, что положено. То есть все может быть? Если бороды не будет, то все. Но не все. Вы понимаете, вот здесь вот есть, я скажу, как называется... Обродопитие. Ложь. Папство и убийство. Две большие, здесь большие-большие темы про католиков. Вот это, что у них, Фатима, это бессовское наваждение где-то. Я бы им рассказал. Тут у меня сказано было. Но не дальше этого не пошел бы. Об исхождении сына не стал бы беседовать. У них главная вина у католиков, это оглавенство Папы. Это самое главное, самое большое грею. Вот это абсолютно никуда не годится. Это нигде этого нет. А вот сейчас начинает... У нас вот поджимают сейчас под патриархию. Это тоже самое Папство, под куколь только. Дольше ничего нет. Каждая епархия, это совершенно самостоятельная единица. Это мы читаем в апостольских посланиях и везде. Игнат Тихонович. Да. Нам сейчас... Мы обещали там слово быть в определенное время. А вы нас учите слово держать. Да. Я сказал вам, что вы могли бы позвонить и сказать. Ребята, разрешите нам еще остаться. Там дело в том, что одна сестра за нас отдувается. Пожалуйста. Что-то лучшее. Там книги. Но просто мы надеемся еще будем видеть. На время. Давай не помадимся. Не знаю, что родить завтрашний день. 29,1 и 50 говорит. Не хвали завтрашний днем. Не знаю, что вы родите. Игнат Тихонович. Поэтому... Игнат Тихонович. Игнат Тихонович. Игнат Тихонович. Игнат Тихонович. Смотрите, мы будем молиться, что можно было хвалиться. У нас пахло совершается, а только на молитве застегнуть все. Правило одно застегнуть. Верхнюю фоку застегнуть. А если наторвано? Ну, это правило, понимаете? Наторву наторву. Наторву не было. Еще, братья, хочу подчеркнуть, как крестное знамение. Вот я вижу, что вот так вот где-то так махает. Это как под верхи мы видим. Вот крестное знамение. Соединен лба, полк, чрево, где он, соединен был с матерью. Правое плечо, левое плечо. Чтобы точно не перевернуто. Мы сделали вот так вот, а получается вот эта половина меньше. Крест перевернут только около ног. Только один благочестивый человек нам подсказал. А теперь, а кто это благочестивый? Расскажите, кто? Почему не пишите-то? Я 30 лет об этом говорил, крест перевернут. Ну, нарисуйте схему. Вот эта половина должна быть длиннее. Ну как, у креста. Не может быть верхняя часть длиннее первой. Должна быть четкой, тело должно почувствовать. И руку донести. И поклон должен быть такой, что если себя проверяешь, чтобы рука могла полностью. Я после операции несколько лет не мог наклоняться. Ну, гнул, 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 что-то хрупнул, я салкнулся. Нет, три грыжи, я на стройке работаю. Просто любовь, она все приводмогает. Изберите себе место, где удобнее вам будет. Боже, милостив будь мне грешному. Создав имя Господи и помилуй мя. Бесчиславец огрешил Господи. Прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых отец нашего Господа Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью и смерть поправ. В сущем во гробе живот дарова. Христос воскресе из мертвых, смертью и смерть поправ. В сущем во гробе живот дарова. Христос воскресе из мертвых, смертью и смерть поправ. В сущем во гробе живот дарова. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, в веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши. Святые посети, исцели немощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, и в веки веков. Аминь. Отче наш, иже исти на небесе, как да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земли. Хлеб наш насущий дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука Бога. Яко Твое истарство, сила и слава, во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе наш Бог Иегова, Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь Савао, вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Слава Вышней Богу на земле, мир в человеках благоволения, Аллилуйя Благодарю Тебя, Господи, за день, когда даровал Ты святую православную веру, Аллилуйя И страх пред Тобой, ожидание суда Божия Благодарю за день, когда Ты вручил мне святую Библию Указал на толкование святых отцов Вселенской Церкви, Аллилуйя Хвала Тебе, наш Господь, слава Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими Матерь Божия, благодарю Вы за услышанную молитву, что сохранила от падения и сокрушения Предательство и измены, малодушие, уныние и отчаяние И впредь не оставь Твоим попечением, покрой нас самофором любви Твоей Аллилуйя, Господи Божий, слава Тебе за этот день, за это посещение друзьями и братьями Хвала Тебе, ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем Добрый мой ангел-хранитель, благодарю Тебя, сколько лет Ты хранил и защищал меня Прошу Тебя не оставь и в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела И проведи душу мою по мытарствам и введи ее навеки в Царство Христа Бога нашего Аллилуйя Господи, благостаю путешествующих братьев наших, всех болящих И упокоив в обительных небесах, но приставно Иоанна, Анна и Николая Покой их вместе светло, вместе прохладным Откуда отбежит всякая печаль и воздыхание, но где пребывает и жизнь бесконечная Иоанн Креститель, притеча Христов, моли Бога о нас Иоанн Креститель, благодарю за услышанные молитвы и помощь Господи, научи нас жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть довольным И ни в чем не страшиться царей и начальствующих И не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать, как Иоанн Аллилуйя Сохрани это место, Владыка Благослови братьев и сестер Всех гостей наших, дабы путь наш был успешен в Тебе Святителю Христов Никола, мерликийский чудотворщик Образ кротости и воздержания, добрый архипастер, моли Бога о нас Благодарю за услышанную молитву о людях и о животных И впредь не оставь Твоим попечением Господи, разруши ереси и в ничто преврати И обрати их к вере православной Благослови правителя Владимира, Дмитрия, Барака, Александра Дай им страх Твой святой Благослови патриарха Кирилла, епископа Болящего Максима, Евтихия и Лариона Господи, усмотри, должны ли быть еще встречи, дабы нам не лишиться этой чудной свободы И дарю нам все необходимое для благовестия Святые пророк Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Иоавель, Нои, Иосиф, Патриархи, Ездраниеми, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезеки, Илюсея, Илья, Гейсафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отроки, Пророк Михея, Аврам, Исаак, Яков, молите Бога о нас Да исполнит Господь Духом пророческим церковь свою, дабы день пришествия Твоего не застал нас спящими Но выше на встречу Тебе с горящими светильниками и сосудами, полными и лея добрых дел, соделанных в любви Духе Святом, Аллилуйя Святые ангелы, архангелы, Херувимы и Серафимы и все небесные силы, престолу Божию предстоящий, молите Бога о нас Святые всехвальные апостолы, первоверховные Петр и Павел, святые евангелисты, Матфея, Марк, Лука, Иоанн, молите Бога о нас Дарует Господь нам желание исследовать Слово Божие и поступать по Нему Господь, дай нам желание нести это Слово людям, которые не знают Тебя Убегчи сердца злобствующих священников, дай им страх той святой, дабы никто не погиб Святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Сминский, Устин Философ, Космай Дамьян, Андрей Стратилат И Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир Венин, Иосиф Борис и Глеб, молите Бога о нас Да укрепит нас Господь, дабы никто не принял начертания зверя антихриста на правую руку или на чело И сохрани детей, укрепи Господи Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоус, Апанасий Великий, Иприн Серин, Антоний Макарий, Макарий, Антоний Феодосий, Корнилиев, Сергий Радонежский, Сифан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шатхайский, Кирилла Мефодий, молите Бога о нас Макарий, Алтайский, все переводчики Священного Писания Александр Невский, ступи за эту землю, поспеши на помощь, погибает земля сия Господи, обрати этот народ, дай ему желание служить себе Утверди веру православную на этой земле и по всему миру Благослови томящихся в вузах Константина, Александра, Людмилу, неведомых нам страдальцев Приблизь и освободи их Святые жены и девы Фекла первомущенца Фатинаса, Мария Нина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь, София, Наталья, Адриан, Варбара, Екатерина, Перепетую Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария, Египетская, Прискелла и Акила, Андроник, Юник, Киприан и Устина Ольга, Нина, Галина, молите Бога о нас Дарует Господь послушание, молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам И сохрани их от всяческого поругания Да будешь прославлен в жизни нашей Мы просим Тебя, Господи, приношу, прими молитву нашей воздеяния рук Как жертву вечерней благоухания, приятной перед престолом благодати И соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся на небе и на земле О всех молящихся во благо нам И услыши нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них Прибудь с нами, Господи, благослови Хвала Тебе Говори, Господи Владыка, слушай, это раб Твой Виктор Андреевич, прочитайте молитву Господи, защити Родину нашу от нашествия на племенников От внутренних расприй От беззакония, которое втайне Останови делающих зло Просвети правителей страны нашей Чтобы принимали мудрые законы И всех начальствующих также просвети и защити Людей, не познавших Тебя Обрати к истине Чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца Священники, которые не служат Тебе как должно Пусть покажутся в небрежении Своем И проповедуют смело и инославному Об Иисусе Христе Господи, праведны суды Твои над Россией За то, что оставили Тебя И Слово Твое, изреченное в Святой Библии Прости нас, Господи, Владыка жизни Что сокрыли имя Твое, Бог и Егова Дух Святой да наставит нас Не признавать никаких иных богов вопия Авва Отче Господи, научи нас семикратно в день Прославлять Тебя за суды правды Твоей Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица Отец, Сын и Святой Дух Аминь Аминь Семь раз в день Давайте Правители Владимир Дмитрий Барак понятно Правители Владимир Дмитрий Барак понятно А Александр? А там местный губернатор Кармен Это дома мы проверяем Я упоминаю, которые там есть пониже Мы просто не стал в университете, которые все Мы всех поминаем перед Богом, чтобы просветить всех Пока он живой Мы согласились молиться за Горбачева За Михаила, ему 80 лет Вот Геваркин такой, у ваптистов есть такая Людмила Плет Может кто-то слышал Очень сильная проповедница, но она не православная И мы согласились о ней в магии У ней есть, на моем форуме это все есть О целомудрие она говорит Я напишу, ни один патриарх так не сказал еще, как она сказала Она говорит женам и девицам о целомудрие Любой подпишется под этим И она говорит, говорит и аудио, и видео Это все на моем форуме Плет, Людмила И мы, ну ее книги тут читали, смотрели Но она, естественно, по нашим меркам, она не в церкви И нам очень жаль ее И поэтому мы согласились о ней молиться Мы посмотрели, вот последнее выступление Поет там песни Горбачев Как человек страдающий И ему выпала эта миссия, вот этого разрушения Но как человек Вот некоторые не знают этого И когда он поет Раисе-то В запыленной связке старых писем И мне случайно встретилось одно Там под слоем серой пыли И дальше это письмо из мята разлилось в лиловое пятно Что же мы тогда не поделили Разорвав любви живую нить И об этом он поет И такие идут фотографии И сделали такая, как он поет Поет, прямо в видео видно И теперь как он идет Вот Раиса Берет ее за руки Так вот у Александра У царя Николая было Это нельзя показать Ни Горбачева, ни Брежа Никого-то А как он Раису любил Она везде с ним присутствует И так она умирает трагически Она заботилась о больных лейкемии Сама ей заболела И он все поет И дальше говорит Нет, не надо старое ворошить И видишь его В 9-10 лет ему идет И никто не знает Самую суть У меня о нем написано стихотворение В имени, фамилии его Столько мистики заложено Может вы не знаете, я вам скажу Вы можете не верить это Ну, это так Горбачев По буквам Горбачев Дайте я прощу Игнатий Все, спеши Горбачеву в следующий раз Пожалуйста Горбачеву в следующий раз Горбачеву, смотри Брежнев Чем про Горбачев Баш Баш Брежнев, за ним идет Андропов Следующий идет Черненко Дальше он идет И дальше Ельцин В тех же самых Боков в таком же порядке идет Такого не может быть Он назначен был Он просто назначен был Один вопрос Вы знали отца Павла Алексахина? Не знал Он был У Беседников старший У Спад Самары большое движение православное А Терафима Саровского Не перерывалось В лагерях сидели В тюрьмах сидели Но выжили Очень молитвенник был Слава Христу Слава Христу Вот хорошая А вылезка Терафима Но когда он говорит Садите на могилку Буду слушать вас Да Тимофей Хотел спросить А записываете на память? На память А на сайт зачем? А как на сайт? Это наше право Я не люблю Когда ко мне На память или пленку? Ко мне под язык Пленку свою ставить Это никому не удастся Это я решаю Это моя комната Я никого не спрашиваю Решение Я здесь хозяин А где-то я бываю В епархии Мы пришли Епископ приехал И мы сказали Записывать все будем А они вас противились Я встал и ушел Два епископа сидели А теперь приходим Все записываем И все в тот же день Выставляем в интернете Никакой тайны у нас нет Люди считают Смотрят, учатся Люди очень любят это смотреть Потому что здесь Никаких купюр мы не делаем Не вырезаем Никаких надписей Здесь ничего нет Можно вам подарить Несколько книг Можно Значит Вот эта книга Это Праведник Святой жизни человек Святой Николай Апотский Новомученик За веру пострадал Он пишет Об идеальной общении Я думаю Из того что мы говорили Сегодня Вам должно понравиться Хорошо Такие вот есть Которые пишут Я только всегда вопрос задаю Неужели они никогда Я не про этого говорю Конкретно Не считали Евангелие Идите по всему миру Как это можно было не знать Вот яговисты сейчас пишут Туборкин Самые быстро распространяемые Почему? Потому что они идут и идут От двора к двору Во всем мире И он почти каждую минуту Появляются два яговиста Почему? Они идут в мир Игнать Тихонович У вас крестовоздвиженская община Да А до революции Было крестовоздвиженское братство Его собрал Вот этот тоже Праведный жизненный человек Святой жизненный человек Николай Николаевич Неплюев Да У меня про него много сказано И он у меня в интернете стоит Есть? Конечно Он на моем форуме Я поставил его Какие были неголоды У него сколько людей Покинуло Я все это испытал Вот Почти все рассыпалось И дальше что было? Мы хотели вот эти Две книжки Это я знаю Оно у меня стоит В интернете А этого которого Назвали Это вот это Может быть у меня он и есть Я только не знаю Посмотрю Вот И Вы знаете Мать Марию Скопцова Вот Ее канонизировали Недавно Знаете, да? Сколько она людей спасла Ну в котором лагерь была Рыбу носила Да, да, да Сколько она проповедовала Это житие Об ней говорит хорошо Этот Блюм Да, да, да Вот это житие Который ученик Блюма Митрополит Антони Он у меня стоит И прямо в видео Говорит на моем форуме Я все перетаскиваю И это ее статья Очень известная Типа религиозной жизни Что бывает Когда человек вместо Бога Ставит в центр своей жизни Что-то другое Эстетику, красоту Любую этику Да, но Это мы зайдем потом в библиотеку Я сначала почитаю все Да Но согласитесь Что у нас есть что показать вам Да, да Вот эти книги Если бы вы где-то были Сказали У вас община большая И есть библиотека Я бы все На одной книге На 11 тысяч Подарил вам сегодня Для библиотеки вашей Подарил Да? Да, конечно Если бы была у вас библиотека В разных городах Я бы всем подарил По одному полному комплекту По 38 книг Мы хотели поблагодарить вас За сегодняшнюю встречу Ладно Вы, поскольку Вы любите молиться Да Вы, наверное, знаете Что мы не лукавим Да Когда благодарим Вот Не совсем могли согласиться Конечно Но, наверное, потому Что у нас было мало Времени для общения Нет, не поэтому Может быть, да Это образ жизни Понимаете Образ самой жизни Просто слова Вот есть люди Которые это у нас услышали Просто пленки Они приехали Приняли крещение От нас не выходят Они у нас глаза не идут Они полностью сошлись Есть то, что Должны шлифовать И вы тогда сойдетесь Вы сойдетесь У вас доброе намерение есть Но это образ жизни Это не на уровне Мозговой деятельности Нет Хорошо, я понял Это другое Понимаете Я не могу Это вам Переислить вещи Которые я могу Только руками показать Даже не говорят Там нельзя говорить Настолько это Близко интимно Интимно Это Близость с Богом И вот Нам не надо Это доказывать Что-то Вот я сказал Вы сказали Это не надо Их нету Вот это уже сильно разделяет Этот обман нам не подойдет Мы говорим везде Все открыто Пророки никогда не молчали Вы лишены Пророческого слова И когда сегодня Патриархия где-то бунтует А никому не обращается Только ко мне Больше никому не Почему? Потому что Они понимают Здесь абсолютно Не поврежденные Как есть Я этой патриарху писал И генеральному секретарю И в ООН Везде писал Я никогда не думаю О последствиях Это не моя забота Бог сказал Я делаю А последствия Бог сам делает Как надо Они не правы Они не правы Они лютые волки Я говорю Скажите Посылаю вас Как овец среди волков Вы считали Кто такие волки Это не верующий мир Но когда собрал Избилито Пресвятеров Написано Кто сказал Лютые волки В основном Бешеные То есть Это намного хуже Фашистов Коммунистов Это попы Епископы Златонус говорит Никого так не боится Как епископов И называют по именам А то что не надо Говорить и проще Это выкиньте из головы И сам он был епископом Да Бояться нужно Отступления от Христа Никогда не бояться Обличительного слова Это лютые волки Будут говорить Преврат С одной целью Чтобы увлечь учеников За собою Все Я занимался Богослужебными книгами И просили Они могли бы вот так вот Прокомментировать Как Библию Как толкование Какие И богослужение Нельзя Они сразу убьют То что относится к Библии Они отнесли к богослужению Не прибавить Не убавить Богослужение убавляется И очень сильно В литургии Якова 6 часов было Василий Великий До 4 часов Иоанн Фатаус Его сократил до полутора А вы сократили Его там Сербский Павел Допустим До 45 минут Я считаю это правильно В моем понимании 9 десятых Богослужения Даже посвящено быть проповеди А доставить только Канал Вот в этом Мне очень близок В разумении Георгий Кочетков Он смело Но есть то Чем я не согласен Вот это вот Свобода Женщины там В брюках В прошлый раз пришли Но ради вас только Не переоделись Почему ради меня Когда-то мерзость У нас в лагере Они в деревню не зайдут Курить на территории Деревни нельзя Ко мне в лагерь Даже прокуратура зашла Женщину прокурор Я не пускаю Пока ее не переодели Мы строго стоим Это наши правила Это наш дресс-код И он Одна основа На основании Библии Помилуйте Нашу сестру Которая за нас Всех там Отбывается Нам надо идти Да идите Ничего не забудьте Только Нет Это вам подавят Еще Я не знаю Может понравится Вам может не понравится Но есть такая художница Которая пишет Не понравится заранее Не возьму Не понравится Нет не понравится Даже глядеть не буду Все хорошо Мы признаем больше то Что реально Вот это нам не нравится Вот это нравится Это нравится? Это нравится, это не нравится, эти нравятся. У нас все реагирует. А вот это нравится? А тут еще еще не считал я. Вот это взял, мне нравится. Оболотить можно, голубям скормить. У меня три голубяки, представьте, голубяки. Я голубяки. Всю жизнь даже голубей. Я бы о голубях вам такое рассказал, которое, можно еще, парковало у вас. Когда мы идем занятия, я просто вставаю, я даю голубям. Они для себя, для себя, для себя, для себя. А мы занятия. У нас форма определенная. Ваши женщины, конечно, так вот не знают этого. Вот обидно за католиков. Что же за волю-то все? Ну, никак, больше. Противление воли Божией. Ты в этом должен смотреть. Только в силу. Да, пойдемте. Столько людей за одну боль. Ого, подберите у меня копейки, я их с ногами взял. Вы в этом, в этой бороде, в этой бороде, смотрите, голубой. И тогда поперите совсем по-другому. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Врачи в эту городу осталось. Благодарим вас. Важно, Благодарим. Господь, Ангелы, Господи. Ой, вот еще. Благодарим. Положи вам туда его. В карман.